Приветствую, друзья! Сегодня у нас разговор, как вы догадываетесь, о заповедях. И мы, оставив первую скрижаль с четырьмя заповедями о Богопочитании, переводим наш взор на вторую каменную доску, где Бог своим перстом начертал шесть заповедей, которые мы призваны исполнять относительно друг друга, являя к ближнему нелицемерную любовь. Некоторые говорят, будто коммунисты, идеология коммунизма, разбив первую скрижаль, оставила вторую. Вы знаете, я глубоко сомневаюсь в добропорядочности коммунизма, который, принципиально отвергая бытие Творца, исказил все, что только можно исказить и в человеческих законах и нравственности. Поэтому, оставляя в стороне трех бородачей, это уже не актуально, это отстой идеи Марца, Энгельса и Ленина, вместе с их злосчастной кончиной, буду беседовать с вами о пятой заповеди. И думаю, что мы прибегнем к сократической форме, к форме вопросов моих, заданных вам, и ответов, которые я постараюсь расслышать, потому что у батюшек все необычно. У нас уши, подобные слуховым трубкам доктора Айболита. И хотя, кажется, нас разделяет с вами плоский экран, что это плазменные или какие-то другие технологии, тем не менее, сердце сердцу весть подает. Мы не отделены друг от друга роковой чертою, потому что в теле церкви составляем с собой сообщающиеся сосуды. Нет пастыря без пасты, нет учеников без учителей, нет детей без родителей. Мы все с вами во Христе представляем собой чудесный богочеловеческий организм. Каждая клеточка которого находится в незримом, но осязателем, единстве себе подобной. Итак, мой вопрос. Почему на Кавказских горах или где-нибудь у побережья Японского моря преимущественно располагаются, живут, трудятся долгожители? И сегодня в Японии людей, которым перевалило за сто лет, если не ошибаюсь, сотни тысяч. И напротив, мы, те, кто некогда получили в обитании шестую часть суши, такие скороспелки, почти что однодневные мутыльки. Если бы вы меня спросили, батюшка, есть ли у вас прихожане, которым за сто лет, я вот, живя и трудясь в Москве, вспоминаю только двух. Они, конечно, примечательны. Одной даме сто четыре года. Она раз в год причащается святых тайн по приглашению внука, я прихожу к ней, она меня встречает тоненьким голосочком. «Здравствуйте, батюшка, как я рада вас видеть!» И достопримечательность, особенность этой прихожанки, она знает наизусть всего Евгения Онегина, о нынешней Нутко. А вторая прихожанка, вот только-только перед Днем Победы я навестил ее, причастил ее святых христовых тайн. Она 100-летний юбиляр, была военным хирургом во времена Великой Отечественной войны, и была очень строга в отношении мужчин, которые обращали на нее недолжное внимание. Просто пендали давала всяким лавеласам, всяким дон-жуанам, а их немало тогда вертелось вокруг хорошеньких врачей женского пола. И поэтому прожила очень нравственную жизнь. Один раз замужем, родила детей, вера и верность, и любовь. Вот вам и ее малый портрет. Так возвращаясь к твоему вопросу, от чего такое обилие долгожителей в Японии, в Грузии, в Чеченой Ингушетии, ответ самый простой. Чти отца твоего и матерь твою. Чти, то есть не отчуждайся, не теряй чувство признательности, ведь ты произведен на свет Божий Создателем через посредства твоих родителей. Избегай хомовитого, хомоватого бурчания, наглого осуждения родителей. Но и словом, и делом, а главное и устами, и глазами, и сердцем выражай сыновнюю, дочернюю признательность. Старайся превратить для них будни в праздник, с тем, чтобы чем немощнее и старее они становятся, тем больше любовь и попеченье чувствовали с твоей стороны. Вы знаете, у меня даже есть теория, если девушка на ножах, длинных ножах, со своей мамой, я имею в виду вербальное пикирование, инвективы, постоянные оговорки, какая-то агрессия. У нее не клеится жизнь, она не может встретить жениха, принца. А если и встречает, то он оказывается ненадежный, принц со шприцем, а нам такого не надо. А бы за кого мы наших невест замуж не выдаем, нам нужны верные, честные, трудолюбивые, мягкие, деликатные, радостные, любящие женихи и, соответственно, мужья. И так чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, чтобы тебе было хорошо. Вот мне сейчас объективно хорошо, потому что мы сейчас находимся в покоях преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны, потому что у нас спокойная атмосфера, потому что я вижу ваши светлые лица, мне интересно, не скрою, даже льстить ваше внимание. Мы беседуем о самом главном, задушевном, о любви к родителям. И кажется, нет ничего проще, чем восстановить человече, человеческое, доброе взаимоотношение с домочадцами, что тотчас даст результат, да благо тебе будет. И зарплату не урезали, и с работы не выгнали, и в подъезде с кинхеда тебя не тронули. Да долголетен будешь на земле, и жизнь твоя будет не прозябанием, не каким-то скольжением по ее поверхности, но цветением, творческим расцветом обернется. Ты оставишь после себя светлую благодарную память. Во всяком случае, стоит попробовать, друзья, сегодня попросить прощения у собственной матери за позднее возвращение вчерашнее, и за то, что даже смс-сообщение не послали. Мама, я задерживаюсь. И начать жизнь в семье с нового чистого белого листа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова